Лазутинская трасса протяженностью 6 километров очень коварна. Одно неверное движение и спортсмен может оказаться в числе проигравших. Именно поэтому участники по возможности до начала старта прошли маршрут, ведь многие приехали в Одинцово впервые. Мероприятие рассчитано для развития спорта, для развития мотивации у спортсменов на достижение хороших спортивных результатов. Трасса у нас сложная, об этом все знают. И она вдвойне сложнее, когда ее преодолевает лыжероллер. Это должно быть такое очень интересное и эффектное соревнование. Зарегистрировалось более 200 у нас спортсменов, представлены очень многие города Московской области, есть региональные гости из Белгорода, Великого Новгорода, Костромы. Пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина не только поддерживала спортсменов, но и вместе с ними прошла дистанцию. Депутат областной думы поделилась секретом, как сохранить хорошую физическую форму. Безусловно, бывших не бывает, и организм требует, чтобы хотя бы чувствовать себя более комфортно в обыкновенной повседневной жизни. Потому что, вы знаете, организм уже привык к этому постоянному движению. И, конечно, когда-то я закончила спорт, конечно, начинаются проблемы со здоровьем. Поэтому я понимаю, что это уже не профессиональная подготовка, но хотя бы в рамках физкультуры, движения сейчас стараюсь поддерживать себя. Соревнования по лыжероллерам проходили классическим стилем. На всем протяжении маршрута велась видеофиксация нарушений участников. Это серьезно влияло на результат. Но, несмотря на сложность трассы, спортсмены отлично справились и выложились на полную. С четырех лет занимаюсь, профессионально лет с двенадцати. Сейчас являюсь членом сборной России по лыжероллерам. Мы используем данный стад для подготовки к чемпионату мира, к этапу Кубка мира в Ханты-Мансийске. Сейчас финал Кубка мира в Латвии. Здесь очень много представителей сборной России. Трасса была сложная. Удовольствие получил, пробежался. С чем были сложности? Там подъемы длинные, очень большие. На них было тяжелее всего. Волновались в этот день и прославленные олимпийцы. Никита Крюков, Алексей Петухов, Александр Легков. Все они частые гости Лазутинки. И провели здесь не одну тренировку. Парк имени Ларисы Лазутиной я всегда привлекал своей положительной атмосферой. Потому что здесь классная лыжероллерная трасса длиной 6 километров. И освещенный круг. Даже можно проводить тренировки до 12 ночи. Я живу здесь рядышком, поэтому для меня это не новое. Я здесь тренируюсь между сборами постоянно. Поэтому я рад, что я переехал в такое место. Рад здесь жить. И рад, что организаторы, в частности, Виталий Марсов, проводят такие соревнования. Это очень приятно. Волнуюсь. Посмотрел, сколько тут грандов, олимпийских чемпионов, призеров чемпионатов мира, призеры Олимпиад. И поэтому такой мандражик присутствует. Всех участников гонки объединяет одно – любовь к лыжному спорту и активная жизненная позиция. Олимпийцы мечтают вновь покорить вершины мирового спорта. А начинающие спортсмены – стать достойной сменой чемпионов. Собрались те, кто вернулся со сборов. Потому что сейчас идет планомерная именно летняя подготовка. Поэтому лыжероллеры. И я очень рада. У нас даже олимпийские чемпионы наши в одном из забегов. Наши достояния России, также ребята и Легков, и еще другие петухов, и другие ребята будут, мальчишки, принимать участие. Поэтому я очень рада. Почему? Потому что, вы знаете, это ведь и есть здоровый образ жизни. Потому что как раз вот здесь сталкиваются те, кто профессионально занимается, и те, кто, в принципе, начинает только первые шаги. Поэтому я думаю, что это очень замечательно. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Леган.